Безнаказанность, главным бенефициаром, который является Путин до сегодняшнего дня, это безнаказанность на как глубоко заведет его в Польшу. Вот ваш прогноз касательно того, как сами будут на границе Беларуси и Польши развиваться, Сувальский коридор опять же, потому что ваши коллеги говорят, что там дело будет плохо, поскольку если Америка будет так же выжидать, как она выжидает в отношении контрнаступления украинского, то страны Балтии буквально силам хватит на 60 часов. Значит, кто-то из военных экспертов сегодня буквально прочитал. Каков ваш прогноз? Сунется руками Вагнера, руками Пригожина и руками вагнеровцев в Польшу? Ну, в принципе, какие-то провокации могут быть. Я не исключаю. С другой стороны, там слишком мало людей. Ну, вот сколько там двигалось в сторону границ? 200 человек? Ну, то есть это количество никакой силы не представляющее. Вот. Провокации будут, а какое-то реальное вторжение вряд ли. А вот все говорят, Путин сам по себе никто, Путин ничто, но система, которую выстроил Путин, вот она, значит, работает. Вот все говорят, после Путина не будет ФСБ. Может, Путина и не будет, а сама система. Вот кем она сегодня по-вашему контролируется? Потому что мы же прекрасно понимаем, ну, что не Пригожин же принимает решение, не Гиркин принимает решение. И, возможно, даже не Путин. Тогда на кого он опирается? Кто эти люди? Ну, эта система, почему я считаю, не выживет без Путина? Потому что она, в общем-то, этот режим, он строился как персональный, персоналистский режим. И Путин – это тот человек, который обеспечивал народную поддержку всей этой машине. То есть ФСБ без Путина, ФСБ без какого-то лидера, политика, пользующегося народной поддержкой – ничто. Но это уже происходило в начале 90-х, когда все спецслужбы практически были разгромлены, и реальное влияние перешло разным группировкам, бандитским в том числе. Поэтому нет. ФСБ – сегодня влиятельная сила, но эта влиятельная сила прикрывается пока еще до какого-то времени популярным президентом. Как только Путина не будет, то совершенно очевидно, больше не будет никакого лидера, обладающего сакральным рейтингом. И, скорее всего, все эти спецслужбы будут воевать друг против друга. Поэтому будет война всех против всех. И дальше там уже кто как победит, в зависимости от того, какие группировки придут к власти, как они будут эту власть свою легитимизировать. Через выборы, не через выборы. Посмотрим, как будет. Знаете, вы когда говорите... Вот такая система Путина просто существовать не сможет. Она будет модернизирована, либо это будет какой-нибудь коллегиальный орган, либо это будет демократизация, либо это будет революция, еще какая-нибудь система. То есть вот эта система без Путина не имеет шанса на выживание. Вы когда говорите Путина не будет, мне почему-то сразу вспоминается документальная история, которую рассказывал еще Навальный о лже-пророке и лже-научном сотруднике братья Ковальчуке. У них же один за бизнес, а второй за науку. И, значит, Ковальчук на голубом глазу Путина убеждал в том, что жить можно до ста и более лет. И он ведь во все это верит, ну так как он верит в шаманов, он же живет именно за этим, за продлением вечной молодости туда ездит. И тогда возникает вопрос, а как не будет, вот как не будет, вот как вы себе видите, как будет устранен или каким вы видите себе финал Путина? Кстати, а потом задам еще один вопрос, вот я, кстати, у меня есть претензия от одного известного человека к российской оппозиции, то есть не буквально адресно к вам, но сначала давайте про Ковальчуку. Кстати, Навальный тогда смешно сказал, он говорит, Ковальчук настолько убеждает Путина вообще в том, что он действительно может влиять там и на свое долголетие в том числе, говорит, и если вдруг Ковальчук Путину предложит физику переименовать в путизику, то так учебники и будут выходить, там учебник путизики за 10 класс, ну что-то такое. Вот это же одержимые люди, они ведь действительно верят в свою правоту и в свою вечную жизнь. Да, это как был такой генерал при Ельцине, по-моему, да, по-моему, Рагозин он, или может быть я его сейчас путаю, который приходил и говорил, как правильно расставлять мебель в Кремлевском кабинете, значит, по какой-то своей методике. Фэншуй, да. Не фэншуй, по другой, к сожалению, методике. Вот, а говорил, когда подписывать там всякие разные соглашения, договоры и прочее, прочее. Да, Путин тоже двинутый на этой теме, и Ковальчук это прекрасно понимает, это использует, поскольку я понимаю, Ковальчуки даже идеологи вот этого путинизма последнего времени. И я просто знаю о частых поездках Путина ко всяким шаманам, когда-то он даже туда любил летать с Шойгу вдвоем, там же они и охотились, насколько я помню. Ну, что могло делать? Ну, вот управляют Россией динозавры с прошлого века. Так это Путин, да, молодец. Путин несет Путин, да, ну, то есть, если бы я такие разговоры слышал где-нибудь на лавочке, за гаражами, да, ну, мужики сели, поиграли в домино, выпили и поговорили, ну, окей. А это то же самое, только с президентского кресла, да, с президентского, так сказать, из президентских уст вылетают все эти глупости. Не, ну, ладно бы, это бы там бабки, мужчины же говорят, как это сейчас меня женщины, женщины вооружаться против меня, но говорят, что это же эмоция иррациональная, да, мужчинам, собственно, рационально. Как в голове полководца, коим себя, вас считает Путин, живет вот эта страсть к прикладыванию там, себя к мощи святых и ниже этого приношения у шаманов. Как это в одной голове может? Или, 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 казалось бы, но это же как бы... Что-то делается для пиара, для картинки, понравится какой-то части избирателя, что-то делается для себя, это как раз понять можно. То есть шаманы – это для души, он, да, это для души, спасение души. Ну, хорошо, ладно, это, конечно, уму непостижимо, но тем не менее. Я вот когда сказала, что тут есть у меня привет, значит, для оппозиционеров, я говорила про вчерашний разговор с известным бизнесменом, экономистом, доктором экономических наук, который с нами был на связи, Владислав Иноземцев. Вы наверняка знаете Владислава Леонидовича, и он сказал, что проблема российской оппозиции в том, что они никак не могут как бы активизироваться и начать, самое главное. Ну, во-первых, единства там у вас все нет. И он говорит, что проблема в том, что вы не говорите с людьми. Вот вам нужно, значит, адресно обращаться. Он даже премьер привел там Рейгана, который там на пике холодной войны, все равно обращался, записывал обращение к советским гражданам, в общем, к людям. Вот это, насколько действительно у вас есть в российских оппозиционных силах, есть эта потребность в этом общении, насколько вы чувствуете, ну, что называется, необходимость в такой коммуникации, насколько она может быть эффективна? Ну, я с Иноземцевым не просто знаком, да, мы с ним, во-первых, и дружим, и много чего вместе делаем. Поэтому я, скажем так, то есть вы описали, немножко вырвав из контекста некоторые его идеи, а там, на самом деле, намного больше, и проблема там самая основная, здесь с Иноземцевыми, со всеми я согласен, я об этом часто говорю. Но самая главная проблема у оппозиции – это проблема легитимности, потому что есть, например, у белорусов Тихановская, ну, это легитимно избранный президент, за нее проголосовало большое число людей. Вот, и, собственно говоря, после Тихановской как раз, в Кремле приняли решение оппозиционеров не пускать ни на какие выборы, чтобы у нас этой легитимности не было, они это прекрасно поняли. Поэтому меня вместо выборов посадили, там, в ВВС на Петровке, кого-то там отравили, кого-то убили, как Немцова, да, кого-то выдавили из страны. Вот, поэтому получилось так, что, да, я был когда-то депутатом, и я бы выиграл выборы в 21-м году, но меня на них не пустили. Поэтому формально у меня нету такого избранного статуса, как у Тихановской, ни у кого в оппозиции такого статуса нет. Поэтому и не то, что там люди не обращаются, конечно, мы обращаемся к гражданам нашей страны, где можем. Вот, но эти месседжи, они доходят до тех, кто умеет пользоваться интернетом, кто получает информацию из интернета. А у нас сегодня цензура тотальная, нет ни одного независимого СМИ. Фейсбук закрыт, там, Инстаграм закрыт, социальные сети закрываются, я думаю, Ютуб закроют специально как раз, чтобы они нас, люди там не слышали. Вот, поэтому это есть проблема, она и проблема не в том, что кто-то что-то не так делает. Да, проблема в том, что есть объективные вещи, объективные факторы. Вот, ну, нету избранного статуса. Объективный фактор, да. Ну, как я могу этот статус изменить? Да никак я не могу этот статус изменить, потому что я не могу выборы организовать, я не могу приехать туда. Вот, собственно говоря, и это серьезная проблема, мы прекрасно понимаем. И ровно поэтому с Ходорковским, с Гуриевым, со многими другими, с, там, Каспаровым. Там очень много людей, которые сейчас пытаются создать, как бы, альтернативу выборному статусу. Какая может быть альтернатива? Это объединение. Поэтому вот идет объединение антивоенных демократических сил. В Берлине была подписана декларация, где четкое было отношение и к международно признанным границам Украины. Кто не подписал, идите нахрен. Да, значит, там все это есть. Вот, и на базе этого документа идет сейчас объединение. Например, в Брюсселе, в рамках брюссельского диалога, в Европарламенте прошла встреча, где было там человек 300, были практически все российские оппозиционеры. Вот сейчас мы продолжаем этот диалог и с Европарламентом, и с ПАСЭ. Я думаю, что, конечно, проблемы есть, какие-то нерешаемые, какие-то решаемые. Все, что можно решать, мы попытаемся это делать. Ну, смотрите, пока вы существуете в параллельной реальности, потому что пока вы, значит, думаете, да, как вы будете возвращаться в страну, как вы будете там удерживать власть. А Путин тем временем в 10 раз увеличивает штрафы за неявку в военкомат. И принудительно в России мобилизовали, простите, мобилизовали около 60 мужчин на оккупированной территории. Вот, пожалуйста, спецоперация идет по плану? По какому по плану? Не был план за 10 дней захватить Украину, 9 мая провести парад на Хрещатике, в Киеве, парад Победы. Ну, конечно, Путин будет это делать, но на самом деле все, что он делает, рано или поздно даст результат с точностью да наоборот. Как раз те люди, которых это коснется, прибегут в интернет, да, новости читать. Перестанут смотреть телевизор. Кстати, сейчас сегодняшняя новость. Резкое падение рейтинга телевизионных программ пропагандистов. Вот, и куда люди идут? Они идут в интернет. Почему? Потому что там можно меня послушать, Хазарковского, Каспарова, команду Навального, да, и разных людей, независимых журналистов, которые расскажут, что происходит в России. Потому что многие до сих пор не понимают. Но если ты смотришь телевизор, конечно, ты не будешь понимать. Вот, поэтому все эти путинские действия, они на самом деле уменьшают базу поддержки власти, а они увеличивают количество людей, которые захотят альтернативу. Так что процесс идет. Ну, это тотальная... Да, Дмитрий, но это тотальная мобилизация. Это, кстати, они же на законодательном уровне, там, Дума поработала для того, чтобы увеличить этот возраст. Да, они готовятся к длительной войне. Вот только вопрос, сколько. Если Путину неудачно... Хотя есть версии о том, что, значит, Запад попытается, значит, склонить каким-то переговором, значит, стороны. Вы делите в то, что это возможно. А потом, на самом деле, вот Зеленский говорит, мы вернем границы 91-го года. Но ведь и Путин тоже говорит про границы 91-го года. Так у них разные представления, да, о том, как будут оформлены документально эти границы. Путин видит это... Мы говорим про международные признанные. О чем говорит Путин, нас мало волнует. Вот есть признанные, международно признанные границы, а есть какие-то, которые в голове у Путина. Что там в голове у Путина, в принципе, мир и нас не должно интересовать. Поэтому ужас в том, что даже если мы вернем эти границы 91-го года, где гарантия, что на следующий день ракеты и российские снова не полетят на мир. А это ровно то, что я и говорю, что война может закончиться тогда, когда Путин, его режим закончится. Потому что даже если действительно Украина отвоюет оккупированные территории, то Путин все равно будет продолжать эту войну. И верю ли я, это сейчас вопрос неверы. Если мы возьмем статистику, то, конечно, в разное время люди готовы были воевать год-два-три, а потом все уже хотели мира. Поэтому, видимо, Путин думает, вот если он сможет перейти в режим обороны и подготовиться к затяжной войне, потому что когда ты в режиме обороны, обороны ты теряешь меньше, чем атакующая страна, а поскольку у тебя безграничный запас пушечного мяса, ты можешь эти, так сказать, рубежи оборонять. И дальше он думает, а вдруг либо украинцы устанут воевать, либо Запад устанет поддерживать Украину. Это как бы, я думаю, вот в этом направлении размышляется Кремля. А у них ничего не остается. Им либо бомбу надо ядерную сбросить, но тогда это будет совершенно другая ситуация. Будет уже ответ и НАТО, и американцев, и всех остальных. Либо что-то будешь делать. Атаковать ты не можешь. Удерживать просто территории достаточно сложно. Значит, тебе нужно к этому как-то готовиться. Поэтому, да, вот эта затяжная война, это то, к чему Путин готовится, потому что никаких переговоров сегодня быть не может. Потому что одна сторона готова переговариваться, что справедливо в случае освобождения всех оккупированных территорий России. Другая сторона, я имею в виду Путин, не сможет вывезти войска отовсюду, потому что иначе это будет внутри страны расценено как поражение. Ну, где тут компромисс? Его нет. Поэтому какой вывод? Ну, готовимся к затяжной войне. Поэтому они меняют законодательство, переводят экономику на военные рельсы, вводят разные, так сказать, на разного уровня, в разных регионах мобилизацию граждан. Поэтому, да, пока мы наблюдаем именно подготовку к затяжной войне. Ну, кстати, надо сказать, что так как это же под вымышленным предлогом была война организована, ведь он уверял своих избирателей, что здесь фашисты, нацисты, ну, предъявить-то нечего, нет ни нацистов, ни фашистов, таким же образом он может сказать, что они все уничтожены, и мы идем домой. Почему нет? Как раз вариантов исхода полно. Я вам больше скажу, мы тут шутим иногда с коллегами, вообще было бы хорошо, чтобы Песков ему сказал, что они победили, и пусть бы вез сюда, на парад. А что-то с Крымом делать что? Вот мы там победили и отдали Крым? Нет, так не прокатит. Нет? Ну, хорошо, ладно. Это мы же по-живому видим. Крым все равно придется отдать, как ни крути. Но вот что касается Польши, вы исключаете вторжение России на территорию Польши, а Польша, значит, готовится. Ну, мало того, что они там ввели в полную боевую готовность весь арсенал свой. Министерство обороны Польши приняло решение разместить бригаду Хаймерс за расстояние 140 километров от Гродно. И такие действия Польши как раз направлены на защиту имоверных и вероятных провокаций вагнеровцев сбоку, я перевожу просто сразу, со стороны Белоруссии. Вот как вы полагаете, насколько Лукашенко обезумит, и все-таки, потому что ответный удар как раз придется на Белоруссии в случае атаки на страны НАТО, на территорию НАТОвских государств. Я думаю, что могут быть вылазки в духе РДК, да, или как правильно называется? РДКД. Да, диверсионная группа, да. Вот такие провокации могут быть. А прямо вот вторжение российских военнослужащих, вот в такой они. Это будет нападение на одну из стран НАТО и все. А так, Путин может сказать, это вообще не мы, Вагнер, мы его тут, так сказать, выдавили из страны, у нас конфликт. Это вообще все вопросы к Лукашенко или все вопросы к Пригожим. Так они могут поступить. Но это будет всего лишь такие мелкие провокации. Редактор субтитров А.Семкин